Научно-практическая конференция с международным участием «Философия разумного консерватизма в современном мире. Первые Яникиевские чтения» состоялась в Луганском государственном университете имени Владимира Даля 24 марта. Участниками мероприятия стали представители руководства университета и профессорско-преподавательского состава. Трудно переоценить влияние владыки Яники на Далевские университеты на развитие Луганской епархии. Это был великий человек, который не ведал усталости и создавал так много, что даже сейчас, в 2022 году, его невозможно предать забвению и оставить без внимания. Именно поэтому здесь, в старейшем университете Луганской народной республики была основана традиция проводить Яникиевские чтения в память о всепреосвященнейшем Яникии. И сегодня, на мой взгляд, в тяжелейших условиях, в которых находится наша страна сегодня, очень не хватает этого крепкого союза церкви, духовности, православия и государства. Во-вторых, диалектический материализм означает прерыв постепенности, скачок, как говорил Гегель. Но очень важно, чем важен скачок для нас. Потому что в этот период, когда расплавляются все связи привычные, человек может влиять на направленность развития. Это влияние на развитие очень важно не упустить. Это зависит от искусства руководителя, от искусства правителей. Именно от искусства, а не от знаний. Это талант искусства увидеть эту возможность, очень важен. И этот талант раз в сто лет рождается. Именно поэтому народ должен ценить своих вождей, в том числе и духовных вождей. Если посмотреть на историю России, кого мы помним, кто повлиял на развитие России. Это выдающиеся личности, начиная от царей, помазанников божих, и заканчивая выдающимися деятелями русской православной церкви, как, например, Иоанн Кронштадтский. Сегодня в нашем стремительно изменяющемся мире роль философии и религии очень трудно переоценить. Ведь именно они формируют у нас моральные ценности и ориентиры в жизни. Благодаря работам все преосвященнейшего Иоанникия, которые теперь доступны в печатном издании, мы можем приобщиться к идеям владыки, благодаря которому в Далевском университете была открыта кафедра философии и теологии. Редактор субтитров А.Семкин